Здесь будет стоять датчик температуры на выходе горячей воды. Всё, которое установлено, и будет регулировать температуру, точку подразбора. Там у нас датчики, которые предусмотрены, проектная документация. Это подвал многоэтажки на Карла Маркса 123. При проведении гидравлических испытаний здесь выявили поломку. В доме были неисправны водоподогреватели. Три месяца были без горячей воды практически. У нас ИК, УК, наш Запад взяла инициативу в свои руки. Нам сделали воду горячую, поставили ВВП, по горячей воде возобновили работы. Конечно, рады. Дети хоть чистыми в школу пойдут. Новое оборудование обошлось более чем в полтора миллиона рублей. Заменили его за счёт средств управляющей компании. Взамен старого кожуха трубного смонтирован пластинчатый водоподогреватель, который намного эффективнее и, скажем так, у него КПД больше. Работы сданы, получил паспорт готовности дома к отопительному сезону. Два насоса были полностью под замену. И ещё насосы у нас прилагаются тоже. Ожидают и паспорт готовности этого дома на 50 лет октября. Во время подготовки к осенне-зимнему периоду здесь выявили, устранили ряд поломок. Приводы электроклапанов работают некорректно. Также вышел из строя циркуляционный насос системы отопления. И мы приняли решение совместно с жителями комплексно заменить полностью всю автоматику. В данном доме привели всё в надлежащее состояние. Всего в ходе гидравлических испытаний инспекторы УСТЭК выявили больше 200 дефектов. Их устранили. Акт готовности от теплоэнергетиков нужен, чтобы получить паспорт готовности к зиме. Это проверка непосредственно объекта самого здания, то есть самого ИТП. В рамках ИТП это трубопроводы, изоляция, покраска, работоспособность автоматических систем. И на сегодняшний день по жилым домам, это 2205 домов, получили полностью от нас акт готовности, что составляет 61% от общего объёма жилых домов. Получить паспорта готовности управляющим компаниям ИТСЖ нужно до 15 сентября. Их отсутствие – серьёзное нарушение. Ирина Ищук, Яков Смирнов, Тюменская служба новостей.